Как меня слышно? Видно? Поставьте плюсики, пожалуйста. Отлично, слышно, видно. Я вот тоже что-то поставлю. Прям вот большой вопрос, как удалось получить такой классный результат, используя весь функционал, еще и раздавая 100% возможности списать баллами. Андрей, вам слово. Да, спасибо, Мария. Значит, всем, коллеги, добрый день. Рад всех приветствовать. Так, слышно, видно, плюсики. Отлично. Значит, моя презентация сегодня будет состоять из двух частей кейса, да, какие цели и задачи у нас стояли до внедрения UDS и какие мы результаты достигли после полтора года использования UDS. О себе немного. Меня зовут Андрей Батулин, ресторатор с 17-летним опытом, управляющий партнер сети суши-баров Макича, Ханази, Базар, Караоке-баров, Куш-19. Я являюсь собственником компании Avigru по аудиту консалтингу и управлению в сфере Хорика. Берем различные убыточные проекты, выводим из минусов в плюс, настраиваем работу, процессы и так далее. Ну и также я являюсь двукратным чемпионом России по ресторанному сервису в рамках Международного Кремлевского кулинарного кубка. Итак, значит, что о нашем суши-баре? Значит, суши-бары Маки в городе Казань, это на сегодняшний день насчитывает 5 суши-баров. Более 9 лет на рынке города Казань, большой ассортимент блюд японской кухни, но, естественно, мы добавляем всякие фишки модные, да, темы, там, бургеры, пиццы и так далее, пасты, как спецпредложения. На сегодняшний день у нас свой колл-центр и штат Курьеров, и в пандемию мы открыли 5-й суши-бар в торговом центре Пархауза в городе Казань на втором этаже. Кто будет в Казань, приезжайте, попробуйте нашу кухню и напитки. Итак, в сеть суши-баров Маки мы поставили, UDS приобрели на про-версию сразу полтора года назад, то есть за 18 месяцев. И почему мы выбрали UDS, да, то есть для чего мы купили и сразу поставили, начали использовать на максимум функционале, потому что для любого бизнеса, для любого предпринимателя, собственника или управленца стоят несколько задач, да. Во-первых, как сократить издержки какие-то, бюджет там рекламный, зарплатный там и так далее. Поэтому мы ставили цель сократить рекламный бюджет. Чуть ниже поделюсь, как мы это сделали. Дальше. Выстраивание эффективной обратной связи от гостей, эффективного канала коммуникаций, потому что до этого у нас были отзывы в соцсетях, в Инстаграме, ВКонтакте, на других интернет-площадках, в книге отзывов. Естественно, наши официанты, менеджеры, бармены не стопроцентно давали обратную связь объективную, потому что зачастую они привирали или давали что-то не то. Поэтому задача стояла настроить канал эффективной обратной связи с нашими клиентами. Естественно, как и любая современная компания в 21 веке, мы ставили для себя цель сделать свое мобильное приложение и интернет-магазин. УДС это позволило осуществить в одной кнопке, потому что функционал позволяет. И, естественно, мы на этом сэкономили кучу денег, потому что мобильное приложение стоит от 300 тысяч рублей и выше, плюс, если какое-то выходит обновление, то нужно за это доплачивать, и это колоссальные деньги. Цель и миссия нашей компании в 2020-2021 году мы прописали, да, это диджитализация процесса. Поэтому все, что можно оцифровать в бизнес-процессах в общепите и в рабочих процессах, мы это делаем. Поэтому УДС нам ответил взаимностью, так скажем, технически на этот вопрос, что мы диджитализируем и оцифровываем процесс коммуникации с нашими клиентами, гостями в нашей компании. Соответственно, вся эта работа по применению УДС в нашем бизнесе позволила и повысить средний чек, и общий товарооборот, и чистую прибыль компании. Мы это начали делать полтора года назад, повторюсь, и, естественно, без профессионального внедрения IT-продукт будет работать, так скажем, не очень хорошо, потому что у управленца, у собственника зачастую нет достаточно свободного времени, чтобы внедрять этот продукт очень хорошо. Поэтому мы обратились к Булату Шайхулину, собственнику агентства Smart Marketing, который нам очень хорошо помог. Спасибо ему за это, Булат. Булат настраивал нам и внедрял работу UDS в суши бар. И хочу поделиться сейчас, как мы это сделали, и потом поделиться результатами, которыми мы сейчас владеем. Ну, во-первых, я прошу прощения за не очень качественные фотографии, но, тем не менее, сейчас естественность – это тренд, поэтому я вот сфотографировал прямо как есть. Что мы делали? Да, естественно, размещали на входной двери наклейку, что мы являемся, что у нас есть программа Alliance UDS. На столах у нас стоят тейбл-тенты, и мы там разместили QR-код, и там вот, если вы увеличите, такая надпись, да, ждете официанта, пожалуйста, сканируйте QR-код и попадаете на наше мобильное приложение, где вы можете сразу осуществить заказ по прайсу по меню суши-бара. Далее, разместили информацию в соцсетях. Мы постоянно делаем это с определенной периодичностью, то есть вот в Инстаграме, допустим, в профиле суши-бар-маки, в шапке, видите, да, где там меню бизнес-ланча, отзывы, бар, и есть вкладочка UDS. Плюс посты размещаем про UDS, кушать бесплатно. Да, действительно, Мария правильно сказала, мы списываем до 100% счета за счет баллов, накопленных в UDS, и это нам нравится, и нашим гостям это безумно нравится. Далее, на нашем сайте мы разместили вот такой слэш-баннер. Ешь и не плати бонусы от UDS, то есть сканируй QR-код, скачивай бесплатно мобильное приложение, за 2 минуты бесплатно зарегистрируйся и копи бонусы с каждой покупки, и от покупок своих друзей до третьего уровня, накопил бонусы, можешь списать до 100% счеты, и это классно, и очень много отзывов, обратной связи от гостей было, что это здорово. Вот на сайте у нас такая вкусная картинка. Разместили QR-код на коробках для пиццы, то есть у нас 32% оборот всей сети составляет, доход, товарооборот составляет как раз доставка, да, то есть у нас колл-центр, сообщество от курьеров, и на картонные коробки для пиццы мы, видите, в правом нижнем углу разместили QR-код, и там написали, то есть питайся бесплатно, сканируй QR-код, зарегистрируйся в мобильном приложении, копи баллы с каждой покупки и кушай эту пиццу бесплатно. Тоже был очень хороший отклик в виде обратной связи от наших клиентов, которые заказывали это на доставку, потому что это было оригинально, это здорово, это мотивировало еще заказывать дальше в нашей сети, и гостям это очень понравилось. Постоянно проводим кросс-маркетинг с партнерами. В UDS, в нашей версии PRO, да, полной версии, у нас представлен функционал по кросс-маркетингу, и мы последние три месяца очень активно начали проводить вот такие мероприятия, создавая различные партнерские отношения с нашими коллегами, да. До 15 декабря, то есть до вчерашнего дня у нас было одновременно, значит, два кросс-маркетинга, два сертификата мы выдавали. Это сеть кондитерских и пекарен Лавка Пирогова, а второе – это магазин военной одежды «Штурм». Ну и вы видите по статистике, что Лавка Пирогова, допустим, 702 сертификата было розвано для посещения нашего суши-бара, мы там давали 200 рублей, 200 баллов. И в магазин военной одежды тоже очень классно выдача сертификатов, оцифровка клиентов, и мы, как бы, получается, обменялись клиентскими базами, то есть, да, в пекарню приходили клиенты, они не знали о наших суши-барах, а наших клиентов суши-барах не знали, а может быть, об этой пекарне. Тем самым, кросс-маркетинг позволяет обменяться клиентскими базами, мы мотивируем клиентов пользоваться бизнесами или услугами, или продуктами наших партнеров. Это очень классная фишка, реализованная в функционале UDS. Это очень здорово. Далее размещаем два раза в неделю, абсолютно бесплатно, функционал UDS это позволяет два раза в неделю, мы размещаем вкусные пуш-ведомления. Почему я написал вкусные? Потому что, в отличие от сухой смс, которая уже изжила себя, то есть смс-рассылками я уже сейчас давно не видел в Казани, кто пользуется, все какие-то пуш-ведомления. То есть пуш-ведомления приходят на рабочий стол телефона, на рабочий экран телефона раз. Во-вторых, в пуш-ведомления можно засунуть вкусную картинку, хорошую фотографию, качественную, которая будет вызывать какой-то интерес, или в данном случае аппетит, если мы размещаем какое-то блюдо или напиток. Ну и, естественно, вот справа вы видите, да, мы размещаем там сообщения, которые гость открывает, читает, и там, в отличие от смс, можно очень много символов уместить, и это здорово. Два раза в неделю бесплатное пуш-уведомление по всей клиентской базе. Это очень круто. Далее, 10-12 источников трафика можно создать. То есть что это такое? История у нас очень классная была. Мы, вот видите, в первой строчке есть листовка крючок. Мы размещали QR-код, значит, на листовку крючок. Мы на это потратили 21 тысячу рублей, распечатали тираж листового крючка, которые вешаются на дверные ручки многоквартирных домов. Мы наняли промоутера, мы заплатили там 2,5 тысячи рублей, чтобы он в близлежащие дома, в округе от Сушвара разнесся, в многоквартирные дома, вот эти листовки крючок. Создали под него специальный QR-код, и вот видите, да, оцифровалось 11 клиентов, 8 из них стали чуть ли не постоянными гостями, и мы с ними, благодаря этому листовке крючку, заработали 54 296 рублей общего товарооборота. Напомню, потратили 21 тысячу на тираж, это 2,5 тысячи на промоутер. Разместили все источники трафика под каждый свой QR-код. Инстаграм-пост, инстаграм-сторис, мы тестили разные каналы, то есть для любого предпринимателя, когда стоит задача куда-то разместить рекламу, естественно, это стоит денег. А как понять, какой отклик от этого канала? Вот в UDS есть источники трафика со своими индивидуальными QR-кодами, которые позволяют нам отследить количество посещений, покупок, регистраций и сумму товарооборота с того или иного рекламного источника. Это очень классно. Какие же мы получили результаты? Ну, на сегодняшний день у нас, вот статистика, да, более 7 851 человека в оцифрованном формате. Это не все, конечно, еще 100%, но, тем не менее, все каждый день оцифровываются. И вы видите, да, то, что средний чек там 987 рублей 71 копейки. Рост среднего чека на 23% в среднем у нас произошло. Значит, на сегодняшний день статистика по сарапанному радио, да, то есть какой доход товарооборота мы получили дополнительно после внедрения UDS, да. Мы посмотрели по количеству операций со второго уровня и по шестой, со второго и по шестой уровень рекомендаций. И благодаря UDS мы дополнительно заработали 1 951 461 рубль. Это вот справа циферка самая последняя, да. То есть это, еще раз повторю, не с первого, а именно со второго уровня операций, совершенных через UDS и до последнего уровня. В среднем сейчас на данный момент отцифровывается 100-130 клиентов в неделю, и цифра эта постоянно растет. Средний чек увеличился на 23%, было 800, после внедрения UDS стал 980. И здесь, как предприниматели, мы посмотрели, да, почему увеличился средний чек. Все очень просто, когда клиент копит баллы за свои покупки, и когда он в следующий раз приходит к нам в ресторан, в кафе, в суши-бар, естественно, он тратит больше, то есть на сумму живых денег, которые у него есть на карте, либо наличным, в наличных, и плюс баллы, которые он накопил. То есть если у меня наличными деньгами 1000 рублей, а баллами 500 рублей, то, естественно, я покушаю на 1500, тем самым средний чек мы увеличиваем. Это очень круто. Дальше. Через колл-центр ежедневно проходит в среднем 20-30 заказов. То есть в пандемии у нас рост заказов был на 24% по колл-центру по доставке, потому что в пандемию мы, к сожалению, вообще ПИД не работали, нас открыли только в середине июля. Так вот, за пандемию у нас 24% рост, и вот эта пандемия дала нам сейчас колчок к тому, что сейчас и залы работают, и доставка работает, и через интернет-магазин в среднем 20-30 заказов проходит ежедневно. Более 3000 оценок и отзывов от клиентов, которые нам позволяют вырабатывать какие-то решения по акциям и так далее и тому подобное. По изменению конъюнктуру цен, меню, что хотят наши клиенты. То есть мы собираем обратную связь объективную, эффективную, та, которая нужна любому предпринимателю или собственнику бизнеса для того, чтобы принимать управленческие решения, пересмотреть все ассортименты, изменить прайс, что-то добавить, что-то докрутить, лояльность где-то проявить клиенту. И это на самом деле очень дорогого стоит. И небольшие цифры по выгоде суши паркмакет внедрения UDES за полтора года, то есть за 18 месяцев. Раньше у нас были дисконтные карты, это кусочек пластика с магнитной чертой, у нас 21 рубль, а в Казани средняя цена. Так вот, если бы я сейчас оцифрованных клиентов 7 857 человек в UDES, под них изготавливал дисконтные карты по 21 рубль за штуку, я бы сейчас потратил 164 997 рублей. СМС-рассылка, да, полтора рубля, это две СМС-ки, полтора рубля. Если на эту базу рассылать, а это как минимум раз в неделю, и это 4 раза в месяц, и на 18 месяцев, помноженных после использования и внедрения UDES, благодаря вот этой технологии пуш-уведомления 2 раза в неделю, я сэкономил 848 556 рублей. Ну и говорил уже о том, что хотели тоже свое мобильное приложение разрабатывать, но это от 300 тысяч рублей и выше, и это без обновления. То есть надо учитывать, что когда выходит новое обновление операционных систем, Android или iOS, то, естественно, за это нужно доплачивать, чтобы твое мобильное приложение в обновленной версии работало. Ну и плюс сарафанное радио принесло более 1 800 рублей оборота, что тоже не может радовать, и эта цифра постоянно растет. Я завершаю свой кейс, был рад поделиться с вами информацией. QR-код нашего суши-бара вы можете сейчас отсканировать на свой мобильный телефон, и подписывайтесь на меня в Инстаграм, много интересного про общепит вообще я пишу. Поэтому, Мария, передаю вам слово. Андрей, спасибо большое. Это шикарный кейс. Если честно, мой Инстаграм разрывается, сторис с твоими результатами, потому что то, что вы сделали, реально то, как вы выжили просто весь функционал и источники трафика, и сарафан. И вот это представление мне очень понравилось дать. Друзья, делитесь в обратной связи в чате. Я расскажу, что мне понравилось. Это брендирование на коробке.